Добрый вечер, друзья! Я вас всех очень рада приветствовать. На первом слайде вы видите, что я антрополог по своей специальности. И тема, вокруг которой я сегодня буду вести всю лекцию, она состоит из двух частей. Из научно-популярной части, из вещей, которые ученые знают о человеке и других животных сегодня. И из части, где мы попробуем посмотреть, что мы точно можем сделать с человеческими обществами в ближайшее время. Главное свойство, вокруг которого я буду крутиться всю лекцию, это социальность. Слово, которое, в принципе, для всех для нас звучит знакомо. И в старинных работах мы можем встретить такое убеждение, что социальность – это только человеческое свойство, исключительно. Но на самом деле, как XX, так и XXI век, они ученых заставляют столкнуться с фактом, что в природе животные обладают большинством свойств, которые имеем мы, кроме некоторых очень отдельных, хотя иногда в зачаточном состоянии. Что касается социальности, то это однозначно не только человеческое свойство. Социальности достигали некоторые виды беспозвоночных животных и некоторые виды позвоночных. Здесь у меня сурикаты колониальные млекопитающие и слоны. Социальность – это свойство, которое позволяет лучше выживать в группе. Если вы помните теорию Дарвина, помните о том, как устроен отбор, то там обычно говорится об адаптациях отдельной особи, а не о том, что особь чем-то жертвует, но группа за счет этого лучше выживает. Этим явлением социальностью, как она прижилась, почему у нас отбор в каких-то случаях пошел не на то, чтобы один индивид хорошо выживал, а чтобы целая группа хорошо и эффективно выживала, занимается этим вопросом активно социобиология. Это дисциплина, которая является достаточно спорной. У многих ученых не только гуманитарного толка, но также и биологов, она вызывает некоторые противоречия, несмотря на то, что у нее много очень сторонников, поклонников этой гипотезы. Отец-основатель социобиологии Эдвард Уильсон, он вообще-то занимается муравьями, большую часть своей жизни, большую часть своей научной карьеры, но тем менее некоторые выводы он делает более широкие. И как он дал начало социобиологии, придумал это название, создал такую научную школу, в которой сейчас много ученых, которые занимаются разными объектами. И он предполагает, что раз социальность возникла, значит, она все-таки адаптивна, значит, она позволяет, она действует на какую-то единицу живого, усиливая ее приспособленность. Но социобиология предполагает, что приспособленность увеличивается не для одной особи, а либо для всей группы, либо для генов. Опять же, вы могли слышать современную достаточно концепцию Докинза, которая была создана уже после социобиологии, о том, что важна приспособленность генов. И я отдам свою жизнь за двух братьев или за четырех кузенов, потому что принципиально они передадут дальше столько же генов, сколько я одна бы передала дальше. Гены мои не умирают таким образом. Мы с вами видим, что, во-первых, бывает групповой отбор, когда у нас отбирается целая группа животных, и его разновидность — родственный отбор, когда животные позволяют лучше выживать, лучше размножаться каким-то своим сородичам. Социобиология предполагает, кроме того, что отбор действует не только на индивида, но также и на гены, и на группы, что для возникновения социальности в эволюции было очень важно каким-то группам животных обрести свои гнезда, обрести не просто территорию. У нас есть территориальные животные, у которых очень низкая социальность. Например, стадные животные разные африканские — это огромные группы зебр, огромная группа антилоп, но у них нет какого-то общения и взаимодействия между собой. Они просто держатся вместе, вместе делят ресурсы. То есть они не занимаются защитой, не опекают вместе потомство, нет у них больших каких-то тесных связей. Вилсон предполагал, что для формирования настоящей социальности, для разделения функций разных рабочих между особями, для вот этого, для каких-то супружеских связей, для воспитания потомства совместно, для этого обязательно нужно гнездо, место, где будут воспитываться детеныши. Практически никакие гнезда в природе, никакие логова, убежища, они не нужны взрослым особям. Не необходимы, скажем так. Птицы строят гнезда не для того, чтобы спать, только для того, чтобы высиживать яйца. И в целом это такая характерная закономерность. Гнезда нужны, чтобы лучше воспитывать, ну, как выращивать детенышей, чтобы они лучше выживали. Но если есть гнездо, то это место, которое нужно защищать. И для защиты уже приходится объединяться. И приходится отличать своих и чужих. Причем чужие могут быть очень похожи, если мы, например, говорим о двух муравейниках. А те умения учиться отличать нужно. И вот социобиология предполагает, что для формирования социальности эти условия необходимы. Ну, ближе всего к нам в природе обезьяны, как вы знаете. И вообще с точки зрения систематики биологической мы с вами многоклеточные животные, позвоночные, млекопитающие, и относимся к отряду приматы. То есть с точки зрения биологии мы не происходили от обезьян, а являемся одним из видов современных приматов. Хотя и очень сложным, сложно организованным, со сложной культурой и так далее. Антрополог Робин Данбор тщательно изучил сообщество приматов. Они сильно отличаются между собой. Сделал вывод, что чем сложнее устроена группа, чем больше в группе особей, и чем сложнее они общаются между собой, тем сложнее устроена новая кора. Новая кора – это самый молодой отдел главного мозга. Он верхний, он покрывает главной мозг. Бывают у разных животных разной толщины. У млекопитающих толще всех, у социальных млекопитающих толще, чем у несоциальных соответственно. У нас максимум возможный, пока что зафиксированный. Новая кора отвечает за самые сложные функции. За абстрактное мышление, за распознавание каких-то символов, то есть за вещи, которые не всем животным доступны на самом деле. Но нам, как и другим приматам, распознавание символов и абстрактное понятие от цифры 3, от тройки предметов доступно вполне. Данбор выяснил, что развитие новой коры зависит от того, какого размера группа. Ну, здесь такая шкала. Разные, высшие человекообразные обезьяны, разные мартышки, у которых у человекообразных обезьян группы небольшие, у мартышков бывают огромные. Ну, и наверху нет у конкретного графика человека. У нас самые большие возможные сообщества, и у нас самая хорошо развита, самая сложная новая кора, самые сложные интеллектуальные функции. Мы далеко ушли от остальной природы в этом смысле, как бы этим участком нашего мозга. Рядом видите так называемое число Данбара, оно разбито на круги. Данбар посчитал сперва на обезьянах и на людях вот эту связь толщины новой коры с размером группы. А выяснилось, что судя по толщине нашей новой коры, нормальный класс для человека, нормальный групп, это 150 примерно особей. То есть у нас есть 150 людей других, часть из которых наши друзья, семья и близкие люди, наши коллеги, которых мы постоянно видим. Это такой ближний круг. Вот 5 каких-то очень близких людей, 15-20 отдел на работе, какие-то самые близкие такие постоянные связи. Дальше 45-50 человек. Это чуть подальше нашей связи, но это очень хорошие знакомые. Они нам нравятся, мы можем им дать долг, занять у них. То есть это все равно относительно близкая связь. И еще человек 100 остается снаружи, которые наши хорошие знакомые, нас с ними не связывают очень близкие связи, но тем менее мы следим за ними. Число Данбара для разных видов животных разное. У нас, как я уже говорила, максимальное. И оно предполагает, что 150 особей – это не просто те, кого мы знаем лично. Мы помним, какая у нас с ними история. Обманывали ли они нас, помогали ли они нам, помогали ли мы им. И мы помним их отношения между собой все. То есть мы еще знаем, с кем нам образовать коалицию, чтобы чего-то добиться, против кого нам с кем враждовать. То есть это люди, чьи социальные связи мы знаем очень хорошо. Не только наши с ними, но и их между собой. И интересно, что после того, как Данбара исследовал обезьян и новую кору, другие ученые исследовали новую кору других социальных животных. В целом, это его гипотеза, два числа. Она хорошо достаточно подтверждается на разных животных, позвоночных, по крайней мере. И это число 150, он его еще решил проверить другим способом на Фейсбуке. Ну, потому что у людей бывает очень много друзей в соцсетях. И тем не менее, он выяснил, что для человека характерно иметь порядка 100-120-150 активных связей. То есть одного человека могут считать 10 тысяч, но для каждого из них он будет один из 150 на самом деле. И сам он не будет иметь охват больше этих 150 активных единиц. А если будет, он будет терять очень много информации. Он может иметь 600 друзей и пытаться за всеми за ними уследить, но на самом деле он не будет помнить, кто из них в каких взаимосвязях не сможет этим активно пользоваться. То есть получается, это уже не человеческие отношения, а просто такой поток информации своеобразный. Ну, что касается приматов, у них бывает разная социальная организация, разная толщина новой коры. Есть орангутаны, которые перешли к вторично-одиночному образу жизни. То есть у них у самцов есть участок, покрывающий несколько участков самок, но встречаются они очень редко между собой. Это вторичное преобразование. У них когда-то были большие группы в прошлом, но со временем они перешли к такому более, может быть, комфортному в одном смысле, но менее социальным образом жизни. Есть моногамные обезьяны, такие как гиббоны. Ну и, кстати, многие широконосые обезьяны, игрунки, тамарины, маленькие обезьянки нового света, вы могли их видеть. У них тоже бывают моногами, еще бывают полиандрические союзы, когда вместе с одной самкой несколько самцов воспитывают детенышей. Есть у горилл гаремы, когда есть один самец, несколько самок, много детенышей. И есть панмиксные популяции, они называются полигинные, мультисамцовые. То есть самцов много, и у каждого из них достаточно много самок. Но здесь нам на примере шимпанзе показывают, в случае обыкновенных шимпанзе, главная иерархия у самцов, менее выраженная, более низкая иерархия у самок, как бы они смещены друг относительно друга. У банок было бы наоборот, у нас были бы фигурки самок, вот эти значки большие, а значки самцов очень маленькие, потому что наоборот, иерархия самок была бы главнее. Каждая из этих групп, ну тут на самом деле такие типичные примеры, каждая из групп имеет собственный ареал обитания, какую-то территорию, они сталкиваются между собой, на границах происходит конфликт, причем неважно, будем говорить как бы об одиночных особях, о парах, или о больших группах, как бы где много самцов и самок, на границах обычно происходит столкновение. Для большинства из них, кстати, кроме тех, у кого есть семья, никакие гнезда настоящие не характерны, то есть они теныши носят с собой, ведут обычно более-менее кочевой образ жизни. Только в случае пар у нас какое-то время, ну пара может иметь свою территорию, и на этой территории какое-то как бы убежище, более-менее. Здесь, на этой схеме, я не уверена, что очень хороффоридно, кратко расскажу, как возникают в разных группах приматов вот эти предпосылки к социальности. У нас есть какие-то ресурсы, чаще всего территории пищевые ресурсы. Они могут быть неограниченными, в природе очень редкая ситуация, иногда бывает. Тогда у нас нет никакого соревнования и нет какой-то эволюции поведения, потому что всем более-менее хватает. Им не нужно между собой ни ругаться, ни договариваться, чтобы добыть себе пищу. Ресурсы могут быть очень ограничены, очень труднодоставаемы. Тогда животные прибегают к операции. То есть если у нас несколько шимпанзе, даже не дружат между собой, но им нужно достать что-то из человеческого ящика, закрытого замком, они скопилируются. Может быть не очень надолго, но если мы постоянно будем сбрасывать им пищу с вертолета в ящиках с замками, то кооперация у них станет наработанным достаточно явлением. И ресурсы могут быть ограниченными. Это самая частая ситуация. Они могут быть ограниченными и рассеянными. То есть у нас есть гигантская саванна, и там, не знаю, каждые 2-3 километра есть какой-то источник пищи. Тогда у нас животные соревнуются в скорости. Это тоже к социальной эволюции никакой не приводит. Они могут быть сконцентрированными. Тогда животные начинают соревноваться в агрессии. Можно представить себе такой большой кустарник, весь увешанный ягодами или орехами. Рядом несколько обезьян. Все хотят съесть побольше и поменьше дать противнику. Будут вести себя достаточно агрессивно. Кооперироваться не будут, потому что достать еду очень легко. Кооперироваться не нужно в этой ситуации. Но конкуренция за эту еду при этом будет. И в этой ситуации возникает иерархия. Когда одни самцы и самки готовы уступать другим по тем или иным причинам. Потому что кто-то сильнее, или кто-то старше, или кто-то умнее. Так тоже бывает. На самом деле в группах это сильно отличается. Иерархия может привести к двум видам последствий. Во-первых, приводит к образованию альянсов. Потому что очень выгодно сделать временную кооперацию против кого-то, кто больше и сильнее тебя. Есть несколько молодых самцов, а один старый. Если они смогут объединиться на 10 минут, куст достанется им. То есть они смогут его догнать и победить. Каждый один по отдельности с ним не сопоставим. И второе, что необходимо при формировании иерархии, это поведение, которое уменьшает напряжение в группе. Потому что стресс для организма млекопитающего это достаточно дорогая реакция, энергозатратная. Она плохо сказывается на внутренних органах. Если стресс очень много в жизни у животных, животное проживет недолго, скорее всего. И нужно какое-то поведение, которое ослабит эту агрессию. Чтобы не постоянно были только драки и склоки, а чтобы были какие-то жесты примирения, которые позволяют не все время ссориться. Ну и в группах приматах мы видим самое главное поведение, это груминг. Когда периодически они друг друга вычесывают, достают разных паразитов из шерсти, могут им питаться. Причем груминг может быть ориентирован на кого угодно. На того же, кто как и ты по статусу. На того, кто выше, если ты пытаешься его умилостивить, там, что-то от него получить. И на того, кто даже ниже. Если ты с ним недавно поссорился и пытаешься показать, что ты больше не седаешься. Подойти лениво, поперебирать его шерсть, это в природе часто встречаемая ситуация. Собственно, про обезьян более-менее понятно. Как социальность не формировалась в связи с ресурсами, тоже более-менее понятно. У древних людей какой был социальный строй? На этот счет есть много разных предположений, много разных спекуляций. На самом деле, до конца мы этого, конечно, точно не знаем. И как антрополог, я за эти слова гречо могу ответить. От древних людей нам остаются палеонтологические находки, немногочисленные. Они обычно очень фрагментарные. То есть мы редко находим древние захоронения, в которых лежит сразу 20, 30, 50 останков людей, 50 индивидов, соответственно, их останки. Обычно находят отдельные разрозненные косточки отдельных индивидов. И мы не можем сказать, сколько здесь жил человек одновременно. С этим трудно. С одной стороны. А с другой стороны, ДНК, которая очень много рассказывает нам о том, кто с кем скрещивался, какого размера были группы, она не сохраняется больше, чем на 100 тысяч лет, даже 100 тысячной давности. Она на самом деле очень разруфленная. Обычно хорошая цифра до 50 тысяч лет назад. Вот об этом мы можем как-то судить. Можем исследовать ДНК, делать какие-то выводы. А в самых древних находках нет. Но, тем не менее, есть две гипотезы, которые сейчас очень мейнстримные. Матропологии очень популярные, и на них можно опираться. Я не знаю, через 100 лет будут ли они так же популярны, как сегодня, но на данный момент это считается таким хорошим, качественным, объективным научным знанием. Поэтому о них расскажу. Первая гипотеза касается становления нашего прямохождения. Когда-то, давным-давно, примерно 6 миллионов лет назад, некоторые группы обезьян стали часто прибегать к хождению на двух ногах. Это мы знаем по геологическим останкам. И одна из гипотез, почему у кого-то получилось на двух ногах выйти в саванну, облысить, использовать руки, стать людьми со временем, она предполагает, что эта гипотеза антрополога Оуэна Ловджоя касается на ардипитеков, и гипотеза эта касается уменьшения внутривидовой агрессии и социального строя. Ловджой отметил, что у ардипитеков, которые вставали на две ноги, очень маленькие клыки. То есть это грубые обезьяны, достаточно типичные, не так уж сильно отличающиеся от всего ряда современных человекообразных обезьян. Во-первых, склонны к прямохождению больше, чем к четвероногому перемещению, и, во-вторых, с очень маленькими клыками. Для обезьян мы знаем, что у них большие клыки, если есть большие соревнования за местами иерархии, и маленькие клыки, если есть парные образования. То есть если более-менее догадались самцы и самки поделиться на парочке, то конфликтов значительно меньше, чем если у нас есть один самец, который хочет гарем, у которого много проблем со всеми остальными самцами, которые пытаются его обмануть. Зная эту закономерность, Ловджой предположил, что у ардипитеков, судя по маленьким клыкам у самцов и у самок, скорее всего, была низкая внутривидовая агрессия, связана-то была, скорее всего, с какой-то моногамией. Не обязательно, что они были как лебеди, верными один раз и на всю жизнь, скорее всего, нет, но, по крайней мере, что у них могла быть сериальная моногамия, что пар андипитеков вместе выращивала одного-двух потомков, когда они сами могли перемещаться, сами себя там кормить собирательством, могли и разойтись. Не обязательно они были все время вместе, могли как-то меняться. Но, тем не менее, Ловджой предполагает, что на какой-то стадии нашей эволюции вот это моногамные периодические, по крайней мере, пары были очень важными. И с ним большинство антропологов соглашаются. Несмотря на то, что теория сложная, вы видите, что аргументов немного, а выводы такие очень серьезные, социальные, но, тем не менее, в основном его считают сейчас таким принятым и мейнстримным, что это формирование пар позволило нашим предкам на двух ногах выйти в саванну, а там уже сыграл свой роль климат, как бы позволило нам это прямохождение закрепить. О долгом периоде, о самих и древних людях, которые появились 2,5 миллиона лет назад и там существуют, ну, в современном виде люди существуют до сих пор, нам очень трудно говорить, какие у них были группы, сколько было особей. Но по некоторым, особенно богатым стоянкам, мы знаем, что, например, полмиллиона лет назад человек прямоходящий с большой вероятностью жил достаточно большими группами, там по 50, 60, 70 человек. Мы судим по стоянкам, на которых остались очаги и какое-то количество пищи законсервировалось, фасилизировалось для наших дней. То есть примерно, скорее всего, были такие объемы. Но какие у них были отношения внутри этой группы, мы не знаем, семейные. И по разным, вот неандертальцам и денисовцам, по тем, кто жил относительно недавно, и от кого у нас много достаточно костей сохранилось, а в костях сохранилась ДНК, мы знаем, что они, во-первых, часто скрещивались не совсем близко родственным, но с недалекими своими родственниками, во-первых, и жили очень-очень маленькими группками. То есть никаких у них нет такого прямого роста, что у них уже было 100-150 человек. Группы тоже были очень небольшие. И для человека современного, который появился от 170 до 200 тысяч лет назад, об этих людях мы мало знаем, хотя это были люди нашего типа в Африке. А вот о людях, которые жили 50-40 тысяч лет назад и ближе к нашим ям, мы знаем достаточно много. От них много осталось и стоянок, и разного рода захоронений, гробниц, и начиная с 6 тысяч лет назад письменных источников, где нам подробно объясняют, как общество было устроено, кто с кем, в какие семьи мог вступать, в общем, по каким причинам. Интересно, что изучение этих источников наводит на мысль, что люди не пытались далеко выйти из вот этого числа Донбара, из цифры 150, что это хорошая цифра для племени, что это довольно-таки цифра, внутри которой все со всеми еще могут сами договориться, без какого-то внешнего органа, без какого-то аппарата власти, который бы всеми людьми управлял. Вот 150 человек, это еще такая рабочая функциональная группа. Ну и интересно, что если мы посмотрим на историю человека уже такого культурного, последних тысячелетий, или на разных людей, которые сейчас живут на планете, потому что планета наша выглядит разнообразно, люди — это один вид, но мы живем в очень разных географических и экономических условиях. Если мы посмотрим на людей из разных эпох или сегодня из стран разного уровня экономического развития, то мы обнаружим, что в целом ни в племенах охотников-собирателей, которые сейчас остались, ни в таком феодально-крестьянском строе, как, например, в Уфиопии, ни в странах, где вот только недавно какая-то прошла научно-техническая революция, начали появляться фабрики и заводы, а внутри них цеха и профсоюзы, ни в современном каком-то офисном мире, в странах первого эфилона, мы нигде не встретим функциональных единиц больше 150 человек. То есть, если у нас компания отдает управление группе людей, у них нет какого-то надзирателя, нет начальника, нет аэрофической структуры жесткой, то это такая максимальная цифра, и есть некоторые американские компании, которые число данного пара активно используют. Они, собственно, пытаются распределить всю ответственность внутри вот этих маленьких кластеров, не делать какого-то большого начальника, который следит за начальниками поменьше, а они за ними, ну и так далее. Интересно, что эта цифра, она сохраняется. И сейчас мы с вами живем частично в соцсетях, у нас может быть там очень много связей, друзей, контактов, и тем не менее многие из них не превращаются вот в этот рабочий кластер. Они не входят в наше число данного пара, хотя мы вроде как за ними постоянно послеживаем. Они остаются таким информационным шумом, источником информации, но не настоящим человеком. Хотя по-разному бывает. Некоторые люди, которые не очень общительны в офлайне, у них все 150 единиц могут быть онлайновыми, и они отлично представляют себе, кто с кем, в общем, в каких отношениях, как это можно использовать и так далее. Что мы с вами еще знаем о человеке? Вот мы сейчас много уже знаем о социальности к этому слайду. Что мы знаем о людях как таковых, независимо от нашего там обезьяньего прошлого? Мы знаем, что люди, как и все животные, передают свои признаки по наследству. Это касается не только физиологии, это касается до некоторой степени и нашего поведения, и нашего интеллекта. Но здесь более сложный вопрос, потому что признаки не строго передаются, на них еще среда сильно влияет. Но, тем не менее, до какой-то степени мы можем передавать признаки по наследству своим. Дальше. Люди склонны к сочувствию. Это необходимое свойство для того, чтобы кооперироваться, чтобы кому-то доверять, чтобы считать кого-то по умолчанию честным или нечестным. Нужно уметь поставить себя на его место. И люди пытаются предсказывать чужое поведение. Наш мозг очень сильно на это ориентирован. И это нормально, это очень, подумайте, это очень тяжеловесная конструкция, что мы смотрим там какой-то сериал, и мы про себя делаем оценку. Я думаю, что она поверила в то, что он сказал, что любит ее. То есть мы делаем рекурсивное, сложное, многосоставное такое предложение автоматически. Мы не прикладываем к этому сознательных усилий. Мы оцениваем отношения между людьми и свои отношения с людьми очень быстро. При этом можем потратить и сознательные усилия, и сидеть, рефлексировать долго, что же я не так сказала, что привело к тем или иным последствиям. Но принципиально, наш мозг, он постоянно пытается предсказывать вообще ближайшее будущее, но так как мы сильно зависим от общества, в том числе и чужое поведение. И в этом выгоды такой эмпатии и высокой эмоциональности, что человек, если он чувствительный, он хорошо умеет поставить себя на другое место, и в принципе мог бы этим хорошо воспользоваться, если бы лишние эмоции ему не мешали. Люди имеют базовый витальный уровень агрессии. Наш организм, это организм животного, он приспособлен к тому, чтобы иногда испытывать стресс. И на некоторые триггеры мозг реагирует стрессовой сильной реакцией. Мы ведем себя агрессивно, если чувствуем, что нас лишают ресурса. Например, в метро в толкучке. Мы ведем себя агрессивно, если чувствуем, что с нами обращаются несправедливо. У обезьян очень высокие критерии, на самом деле, справедливого и несправедливого поведения. Если мы считаем, что с нами что-то делать несправедливо, мы можем себя очень агрессивно повести в ответ на это. Это такие биологические изначальные предпосылки, от которых мало возможности избавиться, не прибегая к каким-либо технологиям. То есть мы сами себя вряд ли можем от этого далеко увести. Мы можем контролировать эту агрессию с помощью рассудочных решений. Но не совсем ее не испытывать, не отказаться от нее. Так, люди склонны к кооперации. Причем желательно использовать механизмы свои против чужих. Почти все игры в природе на кооперацию, они опираются на вот это взаимодействие животных, которые отслеживают, кто свой, а кто чужой. Это не всегда бывает, кстати, по родственным связям, это иногда бывает по каким-то более внешним признакам. Ну и желательно, чтобы свои, это была небольшая ячейка, в таком случае нам, как бы мы их наиболее легко принимаем. В принципе, в современном обществе мы видим, что иногда свои, это какое-то общее название, там, сторонники одной партии. Они все свои, хотя их там много тысяч. Но это, тем не менее, работает гораздо хуже, чем те свои, с которыми ты видишься на партийных собраниях. А вот их уже будет не так много, их уже не будет много тысяч, если ты уделяешь там много времени. Ну и человек дорожит жизнью, здоровьем и своим местом в иерархии. Причем у человека много ролей, и иерархий тоже много. Но ролями в них он дорожит так же сильно, как и обезьян, у которых ролей гораздо меньше, но они тоже очень ценные. Что же мы можем сделать с нашей социальностью? Вот мы с вами представляем себе примерно, каков человек с точки зрения биологии, я на всякий случай, я биолог, антрополог, я не залезаю далеко в гуманитарные социальные представления, я говорю только с колокольни, как бы естественных наук, другой у меня нет. Какие изобретения могут повлиять на нашу социальность, учитывая то, что мы сейчас о ней знаем, то, что мы представляем? Ну, первое, на чем стоило бы сыграть, это как раз на нашей склонности к кооперации и на вот этой эмпатии, на умении ставить себя на чужое место. Было бы здорово, если бы можно было передавать другому свои эмоции, ну, а еще лучше свои мысли, конечно, это было бы совсем максимально, ну, хотя бы эмоции. Когда вот девушка сидит вечером, плачет, парень не может понять, что случилось, и она передает ему сигнал, и он чувствует себя на ее месте. Он понимает, что она правда очень расстроена, чувствует такую же душевную боль. Надо сказать, что эмоции передать проще, мысли передать сложнее гораздо. Как передавать эмоции, мы себе можем представить даже на уровне, ну, не залезая далеко в головной мозг, можно сделать, как бы, сыворотку буквально из набора гормонов, которые вводятся в кровь, и он может поставить себя на твое место в этот момент. Понятно, что никто этого делать не будет, это нарушит гормональный баланс, естественно. Но, в принципе, если бы была такая просто задача, заставить другого человека испытать то же, что и ты. Ту же злость, ту же растерянность, тот же страх, ту же грусть, ту же радость, ликование, что-то. Это можно было бы сделать, даже не залезая далеко в мозги. Но это было бы небезопасно для обмена веществ. А безопасно для обмена веществ в мозги все-таки залезть. Первое, на этом слайде у меня представлен шлем. Ну, шлемы, конечно, это такой прошлый век, это утопия там, даже не прошлого, а позапрошлого, может быть. Понятно, что без прямого воздействия на мозг очень трудно чего-либо от него добиться. Но плюс шлема в том, что он обнимает мозг со всех сторон. Мозг достаточно шарообразный, и это ценно, что мы на разные его отделы можем действовать с разных сторон. Другой метод, как мы могли бы воздействовать на мозг с помощью технологии, это ввести чип в голову. И здесь несколько неудобств, потому что оптимальный чип тоже был бы шарообразный, только помещенный глубоко внутрь мозга, то есть в самую сердцевину. Неважно, если у вас есть шарик, вы его снаружи обнимаете шариком, или изнутри у вас шарик, который тоже во все стороны может какие-то импульсы посылать. Это не так уж принципиально. Но при этом эта операция, во-первых, инвазивная, то есть нужно в голову глубоко что-то вставлять, и, во-вторых, мозг так устроен, что все самое древнее и самое важное для нашего жизнеобеспечения как раз находится в центре, то есть туда, куда бы стоило поместить этот шарик, этот чип гипотетический. И это не самая безопасная для жизни, что ли, возможность. Значит, здесь я хотела напомнить вам о некоторых функциях, которые несут разные отделы нашего главного мозга. Мозговой ствол самый древний, самый примитивный, совместно с рыбами отвечает за рефлексы дыхания, сердцебиение, пищеварение к сознанию никакого отношения не имеет. Можичок контролирует нашу сложную координацию поз разных. Лимбическая система, в нее входят базальные ганглии и мозолистое тело. На этой картинке ганглии тут, они разнородны, это скопление разных, скопление нейронов, собственно, отдельное. У них у разных ядер есть разное название, они выделяют разные медиаторы, и отвечают за формирование разных мотиваций и поощрений, соответственно. Что касается мозолистого тела, оно соединяет два полушария между собой, потому что они работают относительно автономно, и нужно обмениваться между собой информацией. Гиппокамп – это тоже довольно-таки древняя система, которая отвечает за формирование долговременной памяти, за формирование нашего жизненного опыта. В зависимости от того, сколько там шипиков на концах нейронов, сколько связей между нейронами, какие дорожки у нас протоптаны, те или иные воспоминания мы быстрее или медленнее достаем из памяти, если они у нас зафиксировались. Дальше. Гипофиз и гипоталамус отвечают за гормональную регуляцию. Гипофиз анализирует в крови уровень разных веществ и командует гипоталамусу, какая железа должна что-либо сейчас выделять, если чего-то не хватает, соответственно. Медлевидное тело – это очень древнее ядро, которое вообще-то тоже относится к базальным, но его выделяют здесь отдельно. На картинке это не просто так. Оно отвечает за агрессию и страх. Обе эти реакции имеют очень похожую, на самом деле, физиологическую базу и часто работают вместе. Об этом еще поэты, на самом деле, в прошлом говорили, что это две стороны одной медали. Не бывает людей злых, которые ничего не боятся. Он, скорее всего, такой агрессивный нападающий, потому что страха в нем тоже достаточно много, с большой вероятностью. И медлевидное тело как раз – это очень важное тело, которое часто заставляет нас принимать импульсивные решения, отталкиваясь от сильных мотиваций выживательного толка. Агрессия и страх включаются, когда что-то очень важное происходит, часто опасное. Надо как-то на это отреагировать. А, ну, у нас есть кора больших полушарий, которая собирает информацию в единое целое. То есть, если мы зрительный импульс принимаем, на самом деле, в среднем мозге, то информацию все равно анализировать будет кора и собирать целый зрительный образ большой. И здесь выделены два отдела коры – преформентальная кора и передняя поясная. Они отвечают сильно за принятие решений, потому что вот этот мозг, он командует нам решение абсолютно – это часть мозга, абсолютно животного толка, что еда лучше, более калорийная, размножение лучше поскорее, с кем угодно более-менее, ничего, как бы, оптимально побольше лениться. То есть, если ты можешь не проявлять агрессивных реакций, не тратить энергию, ляг и поспи 20 часов, как домашний котик. Это самые, как бы, самые такие, самые базовые жизненно обеспечивающие жизнь реакции. С помощью новой коры, особенно с помощью лобных долей и больших полушарий, мы принимаем более сложные решения, что нет, я не буду есть пирожное, потому что у меня есть другие приоритеты, там, спортивные или связанные со стандартной красотой и так далее. Префронтальная кора помогает нам навешивать ярлыки, и в ней есть два отдела, они называются дорзолатеральный и вентромедиальный. Я не прошу вас запоминать это название, важно, что один из них находится ближе к лобной кости, то есть снаружи, как бы, головного мозга, и немножко в стороне, а второй, наоборот, утоплен. То есть ближе к носу, скажем так, и внутри головного мозга, не совсем снаружи коры, а в внутренних ее слоях. Внутренняя часть отвечает за более эмоциональные решения, они все равно сложные, но, тем не менее, они сделаны под воздействием тех или иных таких эмоционально-посологических факторов. А дорзолатеральная за взвешивание, за рациональную оценку. Сколько плюсов-минусов принесет то или иное решение, и какое из них следует выбрать в этой ситуации. Они работают всегда вместе. Префронтальная кора, она решает проблему противостояния разума и эмоций. Они, на самом деле, находятся очень близко, эволюционировали вместе и взаимодействуют между собой очень тесно. Значит, чтобы нам воздействовать... Мозг — это... Мы с вами электрические животные. Мозг — это один из самых электрических органов. Сигналы между нейронами в разных отделах мозга, которые отвечают за разные функции, передаются с помощью электрических импульсов. И даже если у нас между нейронами есть какое-то вещество, медиатор, то медиатор выделяется, чтобы импульс электрически быстрее прошел. И мы с вами можем довольно... Если мы поместили чип глубоко в голову, нашли способ сделать это безопасно, и чип у нас работает прицельно. Мы можем очень слабый электрический импульс послать в очень конкретную зону головного мозга. То есть прямо на 2 см, на 30 градусов. Или там на 5 см, вот туда вот вверх. То мы можем воздействовать на головной мозг на разные его участки и получать тот или иной эффект. По крайней мере, на уровне мотивации, настроений и принятия решений. Вряд ли мы сможем в ближайшие лет, ну, 75 или 100, наверное, если давать такой оптимистичный прогноз, транслировать какие-то мысли с помощью такого чипа. То есть человек может заставить себя что-то чувствовать. Вот у меня есть чип в голове, у меня есть пультик. Я могу там отказаться от пирожного нажатием на кнопку. Я могу не заставлять себя волевым усилием не подходить к холодильнику. Я могу нажать на кнопку и расхотеть пирожное. Сфокусироваться на чем-то совершенно другом. С одной стороны. С другой стороны, если такие чипы есть у каждого из вас, и с кем-то из вас я дружу и хочу поделиться своим состоянием, то мы можем с помощью беспроводной связи, благо механизмов уже сейчас очень много разных, законнектиться, соответственно, и там обменяться какими-то переживаниями, ничего лишний раз не обсуждая. Но вся эта концепция, она довольно сложна для передачи мыслей. То есть если то, что касается передачи эмоций, мы очень легко можем спрогнозировать, как бы каких-то ощущений внутренних, то что касается конкретных мыслей, что я не просто очень расстроена, и ты чувствуешь, как сильно я расстроена сейчас, а почему, какие причины, что именно, какая комбинация факторов вызывает у меня грусть такой силы. Вот с конкретными образами, с передачей конкретных каких-то мыслей между людьми, с этим, в общем, очень сложно, потому что мы до сих пор не знаем, что такое, строго говоря, естественные науки, не знают, что такое личность, что такое сознание, как работает восприятие, как мы, собрав зрительную картинку пирожного и оценив ее с помощью глубинных систем мозга, что это что-то жирное, калорийное, очень ценное, как мы, кто принимает это решение в лобной коре, где наблюдатель, где личность, где во всем этом процессе какой-то человек с его персональным опытом. Это до сих пор до конца непонятно. Пока что, естественно, их наук хорошего ответа нет. Ну, соответственно, может быть, со временем этот ответ появится. Пока что это выглядит как такая самодостаточная система, для которой вот эта личность, это просто случайное стечение обстоятельств. Такое восприятие самого себя, но на самом деле биологически это скорее побочка всего этого сложного процесса, чем как бы целенаправленная попытка чувствовать себя. Ну, хорошо, если у нас тут есть чипы, и каждый из нас свободный гражданин конституционного государства, и у каждого из нас есть свой пульт от чипа, и мы можем обмениваться какими-то переживаниями с кем хотим, то это одна картина. Другая картина, если мы решили, что мы можем добиться всеобщего блага, только последовав тому пути, которым следуют многие эосоциальные животные в природе. Если мы делегируем функции разным организмам, то есть мы специализируемся каким-то образом, и у нас есть какие-то правящие касты, какие-то, наоборот, более подчиненные, и все вместе мы действуем очень рационально. То есть мы не делаем... Вот мы сегодня можем... Каждый человек может следовать своим мотивациям. Если мы хотим строить больше заводов, каждый желающий может брать кредит в банки и строить больше. Мы действуем недлинновидно. Мы постепенно уничтожаем природу, губим ее, каждый в погоне за собственной наживой. Если было бы какое-то единое планетарное правительство, то мы могли бы считать, сколько какой завод делает выбросов, сколько нам нужно еще заводов, сколько не нужно, как, в общем, перераспределить эти ценности. Ну, понятно, что можно сделать более упорядоченную систему, как в каждом отдельном биологическом случае эта харафа работает. Здесь у меня два примера. Ну, пчел, я думаю, себе все более-менее представляют. У пчел размножаются только матки и трудни, а рабочие пчелы очень близкородственны по своему генетическому составу, потому что это потомки одной матки. Иногда нескольких трудней, трудней могут отличаться, но матка, по крайней мере, всегда одна и та же. И весь улей направлен на то, чтобы потомство матки выращивать, потомство королевы. То есть, ну, это близкие родственники. Если мы смотрим не с точки зрения особи, а с точки зрения генов, то гены мои дальше эффективно передаются, потому что у меня те же гены, которые были у матки. С одной стороны. С другой стороны, это очень похоже устройство улья на устройство нашего с вами тела. Большая часть клеток нашего тела не передаст свои гены дальше. Вся машина нашего тела обслуживает только половые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды. Вот они передадутся дальше. Они превратятся в нового человека. А все остальные клетки просто машина, чтобы доставить яйцеклетку или сперматозоид в следующего человека. То есть, это все обслуживающие машины для передачи генов. Рабочие пчелы – это как соматические клетки нашего тела. Матка – как половые, соответственно. Они могут передаваться дальше. Здесь еще специализация не так заметна. Чисто внешне не специалист, не пчеловод может быть даже не отличить сразу пчелу с одними функциями от пчелы с другой функциями. В случае такой медузы, как португальский кораблик, очень опасный, очень ядовитый. Если когда-нибудь увидите море, максимально быстро старайтесь удалиться. Встреча от медведя по возможности. Португальский кораблик это не одна медуза, их тут на самом деле тысячи, и они выполняют разные функции. Каждая медуза внешне модифицирована, они сильно отличаются по внешнему виду. Кто-то отвечает за передвижение, кто-то за питание, кто-то за размножение. То есть разные медузы выполняют в этой колонии разные функции. И опять же, колония состоит из разных особей, гены дальше передадут только те, кто занимается размножением. А остальные их кормят, перемещают и защищают. Но опять же, ситуация примерно та же, что и тело. Что мы видим в этих ситуациях? У нас животные приобретают узкую специализацию. Каждое животное всю жизнь умеет делать только что-то очень конкретное, одно, больше ни на что не распыляется. Мы называем эту ситуацию элосоциальностью, когда у нас очень жестко закрепленные, мы это в смысле биологи, называют такую ситуацию элосоциальностью, что есть жестко закрепленные роли и функции. Дальше. У нас с вами эти животные образуют колонии. То есть они, став вот такими узкоспециализированными, уже поодиночке обычно не существуют. То есть, в принципе, муравей может у вас жить и один. Вы можете завести дома одного муравья, увезти его из леса и содержать. И он довольно-таки долго будет жить, но жить он будет все равно под тем же правилом. Будут пытаться найти матку, пытаться найти личинки, которые нужно перенести поближе к солнцу или, наоборот, поближе к влажной, теплой почве. То есть он будет вести себя так же, как и жил бы в колонии и, скорее всего, очень, ну как, недоумевать от происходящего, насколько его маленькие ганги ему позволят. Настоящих мозгов у них нет. Но, в принципе, эти животные приспособлены к колониальной жизни. Индивиды у них упрощены и все вместе они служат глобальному улью, потому что матка тоже, на самом деле, не находится в каком-то совсем уж привилегированном положении. Она очень зависит от того, как ее будут кормить, какую гигиену улью будут рабочие пчелы проводить и так далее. То есть она, на самом деле, нельзя сказать, что сильно в более выгодном положении. Хотя, если мы смотрим формально, кто передает гены, тогда, конечно, да, в более выгодном. Но если мы смотрим на быт колонии, на быт улья, то нет, в общем, так сказать, нельзя. Если люди решат, что такая система хороша, что вот узкая специализация, это здорово, и дальновидные решения выживания всей группы, а не каждого конкретного индивида, то есть без столкновения за наживой, вот это все такое хорошее утопическое будущее, мы можем получить какой-то вариант тоталитаризма. На этот счет немало написано утопий и антиутопий. Антиутопий больше, как можно догадаться, люди боятся свою свободу. И мы с вами могли бы устроить какой-то интересный вариант тоталитаризма тремя способами. Ну, во-первых, это чипирование, о котором мы уже немножко поговорили, еще немножко его коснусь. Но, в принципе, можно себе представить, что если у нас с вами пульт не у меня в руке от чипа в моей голове, а у какого-то совершенно другого парня, и от всех наших чипов у какого-то другого парня, то, естественно, ну, много разных дел можно творить. Во-вторых, это редакция генома. Мы с вами можем вмешиваться в оплодотворенную яйцеклетку. Если мы переведем все население на экстракропоральное оплодотворение, если у нас не будет спонтанных каких-то зачатий, а мы все эмбрионы будем дорабатывать на уровне зиготы. Будем получать таких людей, каких мы хотим видеть. С теми свойствами, которые нам нужны, с теми способностями, которые нам нужны. И третий вариант – это инкубатор. То есть зачатие будет обычное, деторождение будет тоже обычное, все, к чему мы привыкли, но никакой семейности особенно не будет, во-первых. И, во-вторых, с раннего младенчества детеныши будут ставить определенные условия среды. Не на нем это сильно обязательно скажется. Начнем с третьего, как раз у лента, с инкубаторов. Скажется на нем это потому, что мы не являемся с вами просто машинками для реализации генов. То есть гены сильно определяют нас, они задают верхние планки нашим каким-то возможностям и способностям, некоторым нашим желаниям. Гены – это важно, но это не единственное, что происходит. У вас два идентичных близнеца, помещенные в разные условия. Такое случалось в американских детдомах в прошлом веке, и мы знаем, что близнецы, помещенные в разные условия, вырастают с разными характерами, мотивациями, иногда с разным целосложением. Это сильно зависит от среды. То есть от того, с чем, собственно, человек сталкивался в течение своей жизни. Была ли она благоприятная или, наоборот, стрессовая, поддерживающая или нет. Но есть еще третья составляющая – это индивидуальный опыт. Но, по сути, индивидуальный опыт из среды – это внешние воздействия, которые помогают организму вырасти каким-то. Гены заданы после оплодотворения неумолимо, один раз навсегда. Других вариантов уже не будет, если мы с вами не вмешиваемся в них нарочно. Значит, можно было бы возразить, что если мы отбираем младенцев у матерей, если мы допускаем настоящее деторождение, а потом отбираем младенцев, то будет уязвлен материнский инстинкт очень сильно. То есть, что ни одна самка в природе такого не потерпит, но тем более человеческая женщина, у которой еще более сложное, еще более глубокое отношение к детенышу, чем у какого-либо животного, тем более не потерпит. Но на самом деле мы кое-что знаем про материнский инстинкт. В 20 веке биоэтики не сразу смогли схватиться за биологов и поставить их в жесткие условия, какие опыты можно проводить, а какие нельзя. Вот сейчас, например, почти никакие нельзя. На людях совсем никакие, а на животных, ну, только очень-очень некоторые, максимально не вредящие. В 20 веке правила игры были гораздо свободнее, и было много разных опытов как на людях, так и на животных. На этой картинке достаточно известная фотография. Это мартышка ученого по имени Гарри Харлоу. Многие из вас могли о Харлоу слышать. Его часто разбирают в разных пабликах как раз родительского толка. Он мартыша отнимал его матери и давал им матерей искусственных, поддельных. Либо, ну, здесь у нас железная мать совсем страшная, с молоком, который у нее есть. Были еще мягкие матери, такие как мягкая игрушка примерно. Были еще мягкие матери с молоком у некоторых, а еще были железные, которые бились током. То есть они не только неприятные на ощупь, хоть и кормят, но они еще и агрессивно себя ведут периодически. Эти опыты очень часто приводят, чтобы сказать, что ребенку нужно не только кормление, не только физиологические какие-то базовые потребности удовлетворить. Ему еще нужна ласка и теплота. То есть это детеныши, у которых были на выбор мягкая мать без молока и вот такая вот железная, но с молоком, они кормились у этой матери, потому что другой был нельзя, но все время проводили с мягкой игрушкой. То есть они обнимались, обнимали ее, жались к ней. Они вели себя так, как вели бы себя с матерью. Им нужно было это ощущение, что их любят, поддерживают и так далее. Обычно транслируется именно эта сторона опытов, но дело в том, что там было еще продолжение, которое транслируется гораздо реже. Харлоу было интересно, вот эти мартышки, которые росли без настоящих матерей, с разными железными вариантами и мягкими, как они будут вести себя со своим потомством. Сами эти мартышки были совершенно не социализированы, им было очень трудно взаимодействовать с сородичами, но если такую мартышку силой закрепить на железной рамке и привести к ней самца, то, в принципе, детеныша все равно получить можно в итоге. Харлоу неоднократно проделал этот эксперимент. Это жестокий эксперимент. Как это учить детенышей от матери, это довольно-таки, ну, это испортить им всю жизнь, да, пустить их в расход. Так же и потом сотворить над ними такое насилие. Это тоже довольно жестоко и сейчас, несомненно, очень осуждается. Но, тем не менее, такая возможность у него была. И он выяснил, что эти детеныши, они не имеют никаких раргейских инстинктов. То есть, когда у этой выращенной железной матерью мартышки рождаются детеныши, она вообще о них не заботится, не дает им грудь, не понимает, что они хотят. Ее жутко злит, что детеныш кричит. Эта самка, она как бы пытается его заткнуть, она может его ударить. Иногда они калечили этот детеныш, они отрывали им руки и ноги. То есть, они не понимали, что вообще, что это за ужасное, неприятное существо, чего оно хочет. Никаких у них не было родительских чувств. Хотя, вообще-то, мартышки, ну, очень заботливые матери, так же, как у пивяны, как и все крупные обезьяны. Ну, и, кстати, многие мелкие. Вообще, самки приматов часто очень хорошие, очень добрые, ответственные родители. Это характерно для нашего отряда, в целом, можно сказать. Но здесь у нас была мартышка, и не одна, их была целая группа. Они, оказывается, лишены материнского инстинкта. То есть, мы, в принципе, с вами, если мы талитарные управители, если мы решаем детей воспитывать в инкубаторах, то у нас уже дети, выращенные в инкубаторах, за своих детей так сильно дрожать не будут, как мы с вами, например, будем дрожать. И у нас несколько поколений, люди вообще могут более-менее подзабыть, что есть такая огромная ценность, как мать, и больших связывающих с ней чувства и так далее. Что, в принципе, это такая история до некоторой степени мифологизированная, и что с материнским инстинктом со временем больших проблем у такой организации не будет. Ну и мы с вами можем младенцев с детства выращивать для какой-то конкретной работы. Выращивать именно инженеров, или именно рабочих, именно врачей. Ну и, между прочим, это, во-первых, до какой-то степени принято. Есть целый ряд разных училищ, например, кадетских, где людей растят для выполнения конкретной функции. Их, конечно, не с младенческого возраста растят, а с уже более поздних лет. Но, тем не менее, их очень сильно модернизируют, и в них воспитывают шаблоны поведения и нейронные связи, которые во взрослом возрасте перешагнуть уже очень трудно. И на самом деле. С одной стороны. А с другой стороны у нас есть еще один хороший пример. У нас есть Тибет, в котором религиозный светский правитель это одно и то же лицо. Зовут его Далай-Лама. А их уже 15 на данный момент было в истории тибетской религии. И Далай-Ламу растят с раннего детства. Его как раз считается, что при смерти Далай-Лама, умирающий, говорит, где переродится его дух. Этого младенца забирают из семьи, и дальше монахи его растят только как правителя. То есть у нас с вами есть известный случай, когда у нас касту правителей люди выращивают себе сами. Ему в голову закладывают только те знания, только те образцы поведения, отношения к людям, которые пригодятся ему, когда он станет правителем. Никто не требует от него разносторонности, как мы от наших детей. Наоборот, он должен уметь только быть хорошим религиозным правителем. Он должен знать много текстов книг, он должен быть новосерден и так далее. Для него есть ряд правил и шаблонов, но они очень конкретные. Далай-Лама на других людей не похож именно силы воспитания. То есть у нас с вами даже на данный момент есть такие экспериментальные попытки, в общем, какого-то такого устройства жизни. Ну, это, с одной стороны, это, конечно, достаточно все жестокая история. Я совсем за нее не радую, просто рассказываю, что мы могли бы с вами сделать. Но мы могли бы модернизировать людей, в общем-то, и по-другому, общение между ними. Мы можем залезть в геном. Если мы откажем людям в обычном зачатии деторождения, у нас с вами женщины будут сдавать яйцеклетки, мужчины будут сдавать проматозоиды, и мы в лаборатории будем благотворять тех, кого нужно между собой первых, ну, или по их желанию, неважно. И дальше мы каждый ребенок можем модифицировать. Представьте себе, что вы можете своего ребенка выбрать. Вы можете решить, каким он будет. Ну, у всех могут быть разные предпочтения по полу, цвету глаз, волос, там, и чего-то еще. Но все точно будут хотеть, чтобы он был максимально здоровый, без генетических заболеваний, без предрасположенности. В общем, максимально здоровый ребенок, естественно, с одной стороны. Ну, и чтобы он подольше жил, чтобы у него были какие-то зачатки долгожительства. Как мы можем этого добиться? Вот прямо сейчас в мире не так много мест, где можно проводить такие опыты на эмбрионах. Естественно, можно в Китае, потому что Китай уверенно хочет иметь сверхрасу, сверхлюдей, и к этому идет любыми способами. Никаких трудностей у них с этим нет. Точно нельзя работать больше с эмбрионами в Америке. Уже около месяца они приняли строгие законы, что мы вообще, нам такие опыты не нужны. Это слишком жестоко, это против биоэтики. В общем, нет, руки прочь от эмбрионов. Ну, и в России, кстати, на эмбрионах животных разработок достаточно много. На эмбрионах людей отдельные некоторые исследования есть. Пока еще эти гайки в случае нашей страны не закрутили, неизвестно, что будет дальше. Ну, даже сейчас, учитывая, что мы немножечко можем влезать в эмбрионы, ну, хотя бы животных, если не людей, мы знаем, что мы можем вмешиваться в такие гены, как нанок, и в гены такого белка, фермента, как теломераза. Нанок – это ген, который обеспечивает клетке способность быть плюрипатентной или, что вы, скорее всего, слышали, стволовой. То есть клетка может бесконечное количество раз делиться и поставлять в ткань новые клетки того или иного типа. Стволовые клетки в нашем теле очень важны. Их не очень много, они есть не во всех тканях. Они со временем тоже у нас стареют, изнашиваются, и там в глубокой старости работают очень плохо, не так, как в юном возрасте. А мы вот с вами можем сделать их много. Можем сделать эмбрион, у которого стволовые клетки будут очень много лет. Десятки, а потом сотни. И можем с вами действовать на фермент теломераза, не позволять клеткам стареть. То есть каждый раз, когда ДНК реплицируется, когда клетка делится, она у нас с вами у всех, в большинстве клеток, она немножечко укорачивается. Ее концы называются теломеровые молекулы ДНК, они становятся каждое деление немножечко покороче. Есть фермент, который может это поправить. Мы можем его активировать, и у нас с вами клетки почти не будут стареть. Если даже мы не сможем убрать этот эффект совсем, потому что старение устроено сложнее, оно не зависит только от одного какого-то гена или от одного какого-то участка. Это более комплексный процесс по изнашиванию организма. Но тем не менее, мы с вами можем сильно вторгнуться и жить, например, не 75 лет, как сейчас, а 200 или 300. Что мы с вами получим? Представьте себе, что мы вот с завтрашнего дня начинаем всех младенцев делать здоровыми долгожителями. И у нас через 300 лет накапливаются 300-летние люди, пожилые, очень опытные, которые очень много видели, прошли через много законов их смен, через много войн. То есть мы с вами даже наших стариков представляем, да, там 80-90 лет, какие они многоопытные. Вообще, если он будет 300-летний, если у него еще мозг не будет никак повреждаться или деградировать, то есть он еще и будет сохранять здоровое сознание, это очень властный, сильный человек с огромным опытом, с огромным количеством наработанных связей социальных. И мы с вами можем попасть в ситуацию геронтократии. Геронтос – это старик. Собственно, в истории человека это тоже уже не единичный пример. Как в разных примитивных племенах у нас обычно главными будут старейшины. Так и в историческое время, причем недавнее, мы с вами могли столкнуться с ситуацией, когда в правящих органах заседают преимущество на люди очень пожилые. При этом незащищенные не от повреждений ума каких-то, связанных со старением, не от повреждений тела, но тем не менее недопускающие к власти, так сказать, желторотых и неопытных. И мы с вами можем столкнуться с тем через 300 лет, что наши 300-летние здоровые потомки не пускают к власти там 100-летних юнцов, которые ничего в жизни не понимают, еще ничего не добились. В общем, рано им туда соваться. Ну и кроме того, если мы делаем людей такими качественными, если они у нас такие здоровые, такие долгоживущие, то еще разумно было бы как-то ограничить их рождаемость. Потому что если у нас с вами полеты в космос организованы, как сегодня, а люди живут по 300 лет очень здоровые, за 300 лет можно очень много детей родить. Если я вот до 50 лет до климакса могу там 2-3 успеть, то до 300 лет я в общем много могу успеть детей, 10, 20, в общем, успеть могу. Но не больше 300, потому что у каждой женщины в течение жизни есть 300-400 примерно яйцеклеток, которые либо превращаются в менструацию, либо в детей. Больше попыток просто нет, не получится. Но тем менее, 300 детей – это тоже неплохая цифра для 300-летней старухи. Пришлось бы выводить какие-то меры, связанные с числом людей на планете. Сколько нам разумно иметь, как разумно с ними обходиться. Еще одна вещь замечательная, которую нам с вами дали вмешательства в геном, кроме того, что мы можем получить людей с нужными способностями, с нужной внешностью, здоровьем, мы еще можем вмешаться, например, в их воспоминания. И вот крыса, которую вы здесь видите, – это картинка из научной статьи, довольно свежая, примерно ей полтора или два года. Этой крысе видоизменили некоторые белки, которые функционируют в нейронах в головном мозгу, и белки стали светочувствительными. И на волны разной длины этот белок включается или нет. И мы можем причинить крысе какое-то страдание, потом просто посвятить ей правильным светом глаза, и она забудет о страдании. А можем посвятить немножко другой волной света, и она будет радоваться, и будет казаться, что она нам что-то приятное получила. То есть мы все знаем опыты, когда крыса – лабиринт в одном участке удар током, в другом участке сыр. Надо запомнить схему лабиринта и ходить туда, где сыр. Крысы могут уверенно помнить, что что-то хорошее они там встретили. Они помнят, что какое-то событие было в той части, где был удар током, и после того, как мы посвятили в глаза, им кажется, что там что-то хорошее случилось. Это очень выгодно для управления большим количеством людей. То есть что бы с нами ни происходило, страшное, ужасное, войны, пытки, потери, все это просто светишь в глаза, и все, все забыли, все, жизнь была прекрасной всегда, сколько я себя помню. Большая часть воспоминаний не изменилась, а вот эти вот недавние, в краткосрочной памяти, изменились на хорошие. Все. У нас с вами абсолютно счастливые люди, причем их никак не надо удовлетворять, им только надо иногда светить в глаза, какой бы трудной и плохой у жизни ни была. Тоже, в общем, можно догадаться, очень выгодное вмешательство в геном, если нам нужны, допустим, люди довольные. Не факт, что у нас есть такая цель, но, например, она есть. Тоже можно добиться. Дальше. Ну, раз мы можем вмешиваться в геном, мы можем делать человека более быстрым или более выносливым, или с какими-то математическими способностями, или с способностями к языкам. Мы на данный момент так хорошо себе геном не представляем. У человека чуть больше 20 тысяч генов, белков, на которые мы можем как-то воздействовать. Мы можем вмешаться в эмбрион, что-то вырезать, что-то заменить, что-то сделать более активным или менее активным. Но мы не представляем себе, как вся эта система работает. Так же, как про мозг. Мы знаем про многие отделы, как они работают, что они вызывают. Но целиком мозг мы, тем не менее, интегрировать в единую систему. Нам пока трудновато это сделать. Но, скорее всего, это рано или поздно случится. Вот сегодня, в сегодняшнем дне тяжело. Что касается генома тоже. Мы много о нем знаем. Мы умеем в него залезать по самой локте. Но как он весь работает, это во всех деталях пока неизвестно. Это поле, которое активно разрабатывается тысячами ученых, собственно, сегодня. Но мы с вами можем, тем не менее, в некоторых генах мы уверены, что мы можем их немножко модифицировать. И ребенок, который у нас вырастет из этой плодотворенной энциклетки в итоге, он будет иметь очень конкретные способности. И мы с вами, опять же, можем получать... Ну, я взяла из компьютерной игры вора, мага и воина. Потому что компьютерная игра начинает с того, что вы выбираете из себя одну специальность, и дальше уже из нее не выходите. Вы всегда играете из нее, с тем набором способностей, который есть у персонажа. Ну, примерно то же самое. Мы можем, как бы, смодифицировать себе Талай-Ламу, или инженера, или воина, или еще кого-то, кто вам следствием будет необходим. И он не выйдет из этой парадигмы никогда. То есть его гены, если мы еще правильную среду создадим, то это вообще надежно. Но даже если мы не будем сильно заморачиваться с льдой, просто сильно модифицируем геном, он будет способен к одним вещам и совсем не способен к другим, то он, скорее всего, вырастет из того, кто нам нужен. Ну, например, нам нужно общество рабочих. Мы не хотим все роботизировать, мы хотим, чтобы у нас были рабочие пчелы. Мы можем его получить достаточно быстро и эффективно, понадобится жизнь чуть больше, чем одного поколения. То есть если активно вмешиваться в эмбрионы у всех людей, то лет 50-70 вполне достаточно, чтобы общество было тех функций, которые нужны нашему утопическому правительству. Ну и остается, соответственно, чипирование. То, о чем я уже рассказывала, когда говорила о передаче другим людям эмоций или каких-то состояний. Ну, соответственно, если чипы будут кому-то подвластны, то можно сильно контролировать поведение людей, сильно в него вмешиваться, с одной стороны. Ну и тут встает множество вопросов. Кому мы делегировали эту власть? Кто отвечает за влияние на эти разнообразные чипы? Насколько пристальной будет слежка? Останется ли вообще что-то от частной жизни, если все люди чипированы? И этот чип может действовать на головной мозг, вызывать те или иные мотивации, те или иные желания. Насколько мощна нужна система, чтобы за всеми этими мозгами присматривать? У нас все-таки на планете миллиарды. Это довольно такая объемная работа, скажем так. Все это остается на уровне таких загадок. Но если мы таки всех людей чипировали, кому-то власть за них делегировали, и люди еще при этом сами могут между собой как-то общаться и какой-то создавать контакт, то мы можем перестать разговаривать, практически перестать лгать и общаться между собой исключительно с помощью вот этих ментальных каналов. То есть, в принципе, все сообщения передавать либо какими-то простыми жестами, либо с помощью наших чипов, если у нас останется над ними какая-то власть, соответственно, в этой ситуации. Ну и можно себе представить такое тоже общество телепатов, общество людей, которые между собой взаимодействуют силой мысли, практически исключительно. Вот мы с вами все здесь собрались, между собой образовали какой-то особенно сложный, мощный ум, как португальский кораблик, когда каждая медуза полняет свою функцию. Только мы это сделали с помощью наших сознаний. Породили какую-то очень сложную задачу в полной тишине, поблагодарили друг друга и разошлись. То есть все, задача какая-то сложная решена. И это интересно, что мы не только на уровне тел можем создать колонию, когда каждый отдельный индивид умеет делать только какие-то очень конкретные функции, зато очень хорошо. И всю жизнь с ними безошибочно хорошо справляется. Но мы с помощью сознания можем создать такой огромный сложный аппарат, который будет достаточно мощным и при этом иначе работающим, чем наши с вами актуальные компьютеры. Ну, кстати, если вернуться к компьютеру. Допустим, мы воспользовались геномодификацией или чипированием, или инкубаторами, но мы решили делегировать власть не людям, а искусственному интеллекту. Потому что мы с вами прекрасно создаем нейросети, которые обучаются, которые принимают очень разумные, взвешенные решения. Ну и опять же, никто не хочет видеть наверху тоталитарного правителя. Никто не хочет, чтобы нами управляли другие люди, которые могут быть жадными, недальновидными, тщеславными, просто глупыми и так далее. То есть, когда ты сам человек, и ты представляешь себе своей слабость, и не очень хочется, чтобы тобой управлял другой человек, не кажется, что это разумней, скажем так. А вот искусственный интеллект, это наверняка разумно. То есть он обучаемый алгоритм, усложняющийся со временем. Вот ему как раз разумно делегировать вот эту власть над чипами и какое-то влияние на нас. Интересно, что в каком-то смысле ничего может не измениться. По большому счету, если животное находится в сытости, если стресс у него слабый и кратковременный, если жизнь, в принципе, кажется ему отлаженной, каких-то особенных страшных несправедливостей с ним не происходит, то человек может жить счастливо и спокойно, даже без того, что ему будет глаза светить светом и изменять деятельность белка в головном мозге, просто же счастливо и спокойно, несмотря на то, что им управляет какая-то сетка, искусственный интеллект, или тоталитарный правитель, или вот чашка йогурта. Неважно. Принципиально не то, кто стоит во главе. Если решения все здравые, и люди в среднем, основная масса своей жизни довольны, то это не так уж принципиально, кто на самом деле там будет у власти. Но тем не менее, искусственный интеллект наверху, он тоже ставит ряд вопросов. А вот кто ему будет задавать алгоритмы? Ведь все равно, если мы все чипированы и объединены искусственным интеллектом, он должен какие-то решения принимать на основе заданных вещей. Ну, например, будем ли мы внедрять ему такое правило робототехники, что нельзя людям вредить, чтобы он не мог кого-то травмировать или убить нарочно. Или наоборот, пускай убивает тех преступников, не знаю, автоматически. Просто человек совершил какое-то преступление, туда отправляется сигнал, все, человек лежит мертвым. Ну, в общем. Или даже, если искусственному интеллекту нельзя убивать людей, он может отправить команду, чтобы человек сам с собой как-то справился, почистил общество, соответственно. Как бы интересно, откуда будут браться... То есть, хотя сетка, нейросетка, это самовучающаяся структура, но все равно какие-то базовые, вводные обычно ей дают. То есть, есть какие-то аксиомы, какие-то стартовые точки, начиная с которых она уже сама размышляет и пытается оптимизировать всю систему, всю ситуацию, чтобы наилучшим образом со своей целью справляться. Не будут ли пытаться какие-то люди в эти алгоритмы внедриться, ну, и задать свои цели, соответственно, этому искусственному интеллекту. То есть, тут, на самом деле, царят вопрос. Но, опять же, чипы, это, конечно, хорошо, но такая базовая, базовая агрессивная реакция, они, на самом деле, никуда не денутся. И, может быть, этому искусственному интеллекту придется очень много заниматься наказаниями. То есть, наказывать людей как за дурные какие-то поступки, так, может быть, и за намерения к дурному поступку. Ты еще ничего не сделал, но уже подумал, что украсть вот эту вещь неплохо, все, получи какое-то наказание кратковременное. И можно даже раздавать наказание случайным образом. Потому что в сообщественных приматах, например, это активно используется. Если у нас есть доминантный какой-то самец, то чтобы утвердить свою власть, он иногда наказывает остальных случайно. Просто подошел и кого-то избил. Я думаю, что, в общем-то, на работе вы могли столкнуться иногда с руководителями, которые иногда наказывают кого-то без причины. Просто чтобы все остальные боялись, что наказание может тебя настигнуть, даже если ты ничего не сделал плохого, ничем не налажал. Это такая интересная стратегия, которая на мозге здорово сказывается. И, на самом деле, вполне возможно, что искусственный интеллект, не будь он уграничен сильно в средствах воздействия на людей, мог бы наказание раздавать в том числе и случайным образом. Ну, давайте еще одна тема, такая интересная. Неважно, мы с вами построили теклетарное общество или нет, или у нас все свободные индивиды с конституционными правами. Неважно, мы чипированы или нет. Допустим, люди осуществили свою мечту. Очень хотелось бы иметь бесконечный источник энергии, чтобы не зависеть от солнца, ветра, воды, от атомной энергетики и так далее. Иметь какой-то источник, чтобы всегда было энергии, сколько хочешь у всех. И кажется, что это такое средство, которое нам всем позволит примириться раз навсегда. То есть мы можем... Все, что нам надо произвести, производиться будет очень легко и дешево. Никаких войн за ресурсы, как вот сейчас там нефтяные войны, в последние 200 лет, они уже не нужны, не предвидится. Зачем нам нефть, если у нас есть какое-то лучшее средство, криптонит, найденный на соседнем астероиде, все, которого сколько хочешь, работать будет очень долго, никуда не девается, все. Кажется, что это такое решение всех проблем, которое обещает людям абсолютно утопическую судьбу. Но на самом деле утопия в силу нашей биологической природы тоже может не состояться. Если мы с вами проанализируем, почему люди воюют между собой, на самом деле можно найти очень длинные списки причин. Разные исследователи, уже не биологи, соответственно, политологи, культурологи и так далее, выявляют множество разных причин, но обычно они сводятся либо к экономической выгоде, к тому, что как раз какой-то ресурс не могут люди поделить между собой, и претендует либо одна группа, либо другая. Ну, кто-то из групп, в общем, должен его получить. Не могут они договориться и разделить его на 2 или на 5, или сколько участников частей. И второе – это те мотивы, по которым люди не могут договориться. Разные предметы их убеждений, которые по тем или иным причинам не уживаются рядом между собой и, опять же, вызывают конфликты уже не за экономические какие-то выгоды, а за психологические убеждения. Допустим, что от всего второго блока мы с вами, в общем-то, могли бы, наверное, отказаться. Но, опять же, если уж с чипированием или с геномодификацией, так это уж точно. От второго блока могли бы отказаться, либо все были одинаковые, либо разные, но равнодушные, или неравнодушные, а способные поставить себя на место другого. То есть я не понимаю человека с другой религией, но вот мы с ним чипами информации обменялись, все, я его понимаю, я к нему отношусь по-братски, принимаю сейчас совершенно спокойно, никаких у нас с ним конфликтов нет. Только с экономической выгодой не факт, что бесконечный источник энергии смог бы окончательно снять этот вопрос. Потому что если мозг чипированный, то, скорее всего, смог бы снять, а вот если нет, если мы с вами, такие, как мы есть сегодня, на той планете, на которой мы есть, получили бесконечный источник энергии, то с первого, скорее всего, была бы огромная война, потому что все равно хотели бы быть хозяева у этого источника, который другим бы его раздавали. Это как куст с ягодами. Если мы вернемся с вами к первым слайдам, есть куст с ягодами, и кто-то должен быть его хозяином, и остальным говорить, сколько ягод ему достанется, несмотря на то, что куст у нас бесконечный в нашей своей истории. С одной стороны. А с другой стороны, тут вступает в действие еще один механизм. Всегда хочется побольше. Даже если мы все договорились насчет бесконечного источника энергии, смогли решить, кому сколько, когда давать, все, всем сколько угодно, все подключились, все вообще в порядке, все равно остается ощущение, что нужно еще немножко побольше. Но если мы с вами с поверхности Земли стронимся, а если у нас будет бесконечный источник энергии, почему бы нет, ракетостроительство и ракетостроение, обслуживание жизни в космосе, для нас все это станет очень дешевым, потому что энергии нам, в общем, хватает на обслуживание любых сложных, любой машинерии тяжелой, то можно воевать за другие планеты, можно бороться за какие-то найденные там новые ресурсы, новые металлы. И, с одной стороны, вот эта базовая агрессивность, если мы, чипа нет, и агрессия ничто не умеряет, она у нас такая, как у нас есть, такая жадность, как есть у природы, такая агрессия, как есть у природы, то вполне возможно, что даже бесконечный источник энергии до конца не сработает. Ну, есть еще один фактор. Для многих людей, как и для многих животных вообще, как для наших домашних котиков, нормально хотеть жить счастливой, спокойной, комфортной, возможностей бесконфликтной жизнью, ну, с минимальным количеством конфликтов и с максимальным стрессом в виде там парка аттракционов, да, то для некоторых людей такой образ жизни, он нехорош. Есть разные гены, разные ферменты, например, вот ген Гойна, так называемый ген моноаминоксидаза, она отвечает за расщепление медиаторов в синапсах, и она делает человека гораздо более воинственным, гораздо более амбициозным. То есть, пока что не все мировые крупные тираны и завоеватели на предмет этого гена исследованы, но исследования общества показывают, что к каким-то крупным преступлениям, крупным завоеваниям, часто люди, ну, как бы, иногда люди имеют большую генетическую предрасположенность. И если среда им еще помогает в этом, подкармливает их, то им, в общем, трудно себя сильно отрегулировать. Они амбициозны, они хотят большего. У нас есть бесконечный источник энергии, хорошо, я хочу на ту планету. У меня есть та планета, хорошо, мне нравится на то созвездие, пойду посмотрю, что там. То есть такой Александр Македонский, только в большем масштабе, вот, не просто до Персии, а по всей Вселенной, соответственно. Ну и к чему мы с вами приходим? Конечно, встает вопрос, сохраняем мы с вами частные права и частную жизнь в будущем? Или мы все это делегируем, чтобы действовать максимально дальновидно и разумно, чтобы действовать всем вместе? На что мы готовы? К каким вещам? На что мы согласны? Ну, если мы сохраняем частную жизнь, то мы, конечно, сможем лучше договариваться при любом из используемых, при любой используемых технологий. Но к какому-то абсолютному миру это, скорее всего, не приводит. Если мы с вами делегируем властные функции к кому-то и обретаем узкую специализацию, то мы получаем такое колониальное устройство с какими-то плюсами, что касается таких прямых экономических выгод, и какими-то минусами. Если мы говорим о человеке и человеческой природе, то любое чипирование, любое постоянное воздействие на разные зоны мозга, оно нам из человека делает роботом. И с тем же успехом могли бы взять просто андроида, заложить ему какую-то программу. Нет смысла использовать живого человека таким образом, по большому счету. А ну и даже при бесконечном источнике энергии не факт, что мы перестанем воевать, скажем так. Есть такая гипотеза. На этом моя лекция подошла к концу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...